Александр, как после боя себя чувствует? Ну, как себя может быть убедитель? Конечно, начали все очень хорошо. В целом, никаких серьезных травм нет. Все, конечно, вы бой видели сами все. Было тяжело. Бой был тяжелый. Я, в принципе, очень много того, что я увидел, я этого ожидал и сумел забрать ключи. Оставался все время, говорил все время, что нужна победа, победа. Очень поддерживал меня мой угол, давал правильные советы, несмотря на то, что ситуация для меня была очень тяжелая. И у меня получилось сделать то, что я нарабатывал. Спасибо за вопросы. Я не чувствую себя победителем в России или в Америке? Ну, везде приятно чувствовать себя победителем, потому что, когда ты находишься в Америке, ты выступаешь за нашу страну. Ты представляешь нашу страну, потому что тебя там смотрят в любом случае. Если находишься в Америке, представляете, там военные американцы, ты поднимаешь российский флаг на территории Америки. Для них это всегда может быть не очень приятно, а для нас, бойцов в России, это приятно. Но, касательно того, что победа здесь, да, здесь другие ощущения. Здесь ощущение того, что тебя поддерживает, во-первых, зал. И очень много близких людей, которые, собственно, пришли, болеют за меня, очень много друзей. И, действительно, это тоже очень большая поддержка. Мои райи не смогли приехать, чего не было очень давно. Поэтому это все мотивировало. Я понимал, что никак я не мог бы этот пояс отдать и никак не мог бы выйти из рейджа, проигравшим. Но, по секрету, в Америке тоже видели сейчас этот бой, поэтому... Ну, пусть теперь нас завидуют. Амилатор уже сказал, что кусают локции. Пусть кусают локции. У них сейчас новое направление. Бои стариков. Бои пенсионеров, поэтому... Да, хотел бы еще рассказать несколько слов моему сопернику, Денису. Сюда лучше говорить. Действительно, очень сильный, серьезный соперник. Я нисколько его недооценивал. С самого первого дня... Я даже могу сказать, что... Ну, нужно Денису смотреть. Я очень люблю, когда меня хватит. Я сейчас перестану. Тогда я расстроюсь. Не настраивай Дениса так. На самом деле, изначально мы подписывали контракт с М1. Нам сказали, что, скорее всего, будет раз с Тигурой. И для меня Денис, я считал его более тяжелым соперником, чем Тигурой, если честно. То есть... А ты есть, Саня. Я тебе... Наверное, не знаю. Его пронесло, что он уехал в Ростов. Я за место него сегодня отдавал. Я за место него сегодня отдавал. В любом случае, если бы не мой оппонент, этот бой не состоялось. Поэтому еще раз ему большое спасибо. И действительно, мы все видели, что мне было тяжело. Это был для меня нелегкий бой. Мне приходилось бороться как физически, так и психологически. Он очень сильный физический боец. Тем моменты, когда я думал, что у меня все получается, чтобы уйти от приемов, я оказался сразу внизу. Я думал, блин, что происходит вообще? Откуда вообще так возможно? Поэтому действительно было тяжело. Но все-таки сумел собраться. Поэтому спасибо моему сопернику. Действительно достойный боец. Спасибо большое Александру за такие теплые слова. И все остальное очень взаимно. Я давно наблюдал за всеми российскими ребятами. Хоть я, конечно, сам гражданин Эстонии. Но, как вы все понимаете, я русский. Всем сердцем. И всегда болел и за Александра Шлеменко, и за Александра Волкова. Очень всегда переживал. И твои два проигрыша очень сильно для меня были... Меня немножко даже затронули. Я расстроился, когда ты проиграл. Тем более, когда тебя уволили и сбила тоже. Ну, теперь можешь порадоваться. Слушай, мне сейчас не особо до радости. Я вам порадовался, если бы ты с тобой дрался. Я не на вас что-то заскочил. Это все вопросы-то не могут. У меня к тебе никаких претензий. Сегодня ты чемпион. Спасибо, спасибо, дядя Вон. Денис, а ты сказал, с кем сердцем за Россию? Ты вообще за все в России болеешь? Даже за футбол болеешь. Я всегда сажусь с ребятами. Они, конечно, чипсы пива бьют. А я без чипсов и без пива. Но все же переживаю. А вы без футбола? Ну, я знаю, что вы без футбола. Но все равно свои и свои. За них нужно все время переживать и болеть. Так. Вы себя чувствуете русским человеком? Я чувствую себя русским человеком. Полностью. Да, да, я проживаю на территории Эстонии. Там меня и заставляют чувствовать себя русским человеком. Можно и так сказать. Ну, вы сами понимаете. Я, конечно, не жалуюсь, что меня там сейчас гражданство не решили и не лысили вообще. Поменяйте на русский. Нет, ну я придерживаюсь того, где я родился, там живее. Потому что так получилось, то там живу. Зато все прекрасно понимают, что я русский человек. И в Эстонии, да? И в Эстонии, и в России все знают, что я русский. Как фамилия. Как фамилия. Еще есть вопросы? Вадим, у меня есть вопросы. Когда бачеват? Так, когда скажете. Но, в принципе, вопрос почти такой, да. В июне, там, восьмом числе бои будут в Питере. Я второй раз такое не вспомню. Я очень надеюсь. Я бы понравился в июне, если есть такая возможность в Петербурге. Потому что я очень люблю Питер. И Питер любит меня. И Амадин. И Амадин. И Вадима, и всех остальных. Мы постараемся найти тебе бой. Хорошо, хорошо. Спасибо. Вообще, на Питер у нас грандиозный план. Финалы вообще. Питер любит смешную петербургскую столицу. Смешную петербургскую. Я тут что-то хотел спросить. Александр, а Вы планируете задерживаться в ПМАДИР? Просто у Вас до этого были интервью, где Вы рассказывали о UFC. Рассказывал. Все, как бы, знают, да, и, в принципе, это так и есть, да, что в UFC действительно сильнейшие бойцы. И любой спортсмен, действительно, который себя ощущает спортсменом, который пытается развиваться, я думаю, что и Денис также себя ощущает. И любой бойец, если спросить, он хочет драться сильнейшими. Поэтому, естественно, если будет такая возможность, я бы хотел выступать на драться сильнейшими, да, то есть, для меня, то, что сейчас произошел бой в России, да, для меня это максимально сильный соперник был, как я считаю, на данный момент, который можно было найти на территории Европы, действительно. Денис очень сильный бойец, еще раз повторюсь. И для меня, действительно, будет тяжелый бой. Я не искал какого-то легкого соперника для себя, да, чтобы после поражения закрыть, эти поражения закрыть победой. Я искал у меня сильного соперника, чтобы дальше, как спортсмен, развиваться. Поэтому, естественно, когда в какой-то момент, вот так всегда бывает, у меня контракт закончится, мы обсудим контракт с М1, либо, если будет предложение, я буду обсудить контракт с UFC, вот, потому что там интересно драться именно с спортивной точки зрения, потому что я пока себя ощущаю молодым спортсменом, в первую очередь, и мне хочется убеждать сильнейших. Я хочу заработать сейчас именно имя себе, да, на своих победах, и чемпионские титулы, настолько это, возможно, более громкие. Но я могу еще раз сказать, я ни в коем случае не могу, я сроком М1, организация очень выросла. Действительно, с того времени, как я здесь выступал, я еще учился в институте, вот, а потом прошел такую школу в Америке. И сейчас здесь я с удивлением для себя, приятным удивлением, я почувствовал, что, действительно, уровень турниров, уровень организации, уровень раскрутки турниров, подход к бойцам, он намного вырос, и мне очень приятно здесь драться, поэтому уже после первого боя я даже думаю о том, чтобы драться можно подольше. Спасибо. Если у организаторов такой же вопрос спросить, у вас есть планы на Александра? Ну, конечно, у нас есть планы на Александра, мы с удовольствием хотим, чтобы он у нас выступал. Конечно, сегодня сложно нам конкурировать с UFC, но могу с уверенностью сказать, что сегодня ребята, которые у нас выступают, они уровнем не уступают бойцам UFC. Это показало те же бойцы, которые у нас и перешли в UFC, они там все выигрывают. Взять, не знаю, там, многих ребят, и Тайсу, и Рашида Магомедов, всех ребят. Хотя они у нас и выигрывали, и проигрывали, но они там себя показывают. Просто там больше денег, там больше раскрутки, но уровень бойцов у нас очень высокий. И сегодня вы, наверное, сами убедились, что все пять поединков были все захватывающие. И, несмотря на час ночи, вот сколько у вас здесь сидите, весь зал был полон. И в последнее время, что в Питере, что здесь, мы, в принципе, практически на открытии все билеты проданы. То есть, там, может быть, сто-двести билетов, там, последних, там, на турнир. Это, ну, большой показатель. Показатель то, что сегодня ММА развивается. Меня очень радует это. А как думаете, какие вы марши на фаборах в Иеруси? Ну, хороший боец. Ну, он ушел от нас. Мы его, как сказать, с легкостью отпустили. Мы могли его оставить у себя. Просто Уиси убивает деньгами. И последний бой в своем проиграл у нас Штефану Пюццо. Выиграл он Беллио. Он проиграл. Это Беллио и Габуста. Да, это самое... Чем? Это я хотел подметить после. И ты эту ногу сломал. Тут непонятно, кто будет. Хреба еще добавить, да, что по поводу М1. Кто бы что ни говорил. Но здесь появляются очень многие новые имена. Действительно. То есть ребята, которые до этого были, может быть, меньше известны. И начинают карьеру только драться. И по М1. И они зарабатывают себе очень большие имена. Действительно. У них получается драться. Получается выступать. Они раскручиваются. И только потом они уходят в Иеруси. Но они здесь получают очень многое. То есть это уже говорит о том, что если здесь есть возможность заработать с ними, то здесь уже большая конкуренция. Потому что есть у нас много организаций в России. Но так получается не везде. Скажем так. Действительно очень хорош конкуренция. В тяжелом... Могу сказать тяжелую ведность. Действительно тяжелые. Вот. Если вы нам поможете, журналисты, то у нас будет... То мы будем более популярны. У нас будет больше покупать билетов. Нам, может быть, станет платить телевидение. Смешно, правда? Да. Это не на Борисе. И мы не будем отпускать своих бойцов. И они будут выступать здесь. И я еще раз говорю, что уровень бойцов сегодня в М1 не хуже, чем в их. Это я с уверенностью могу сказать. Как профессионал. Да. А вас не удивило, что Дамиан Горововский так плохо начал в ее системе? Ну, знаете. Это ММА. Это... Здесь... Как готов. Случай. Здесь все, что угодно может быть. Он просто сгорел, я могу по-спортивному сказать. Чтобы это было видно. Сгорел, перегорел. Слишком много волновался. Он и здесь когда дрался, а я с ним общался. Да у нас, по-моему. Он ушел тоже из поражения. Тяжело очень. Он проиграл-то будет. Нет. Он у нас ушел, по-моему, поражение будет. Нет. Он выиграл глухо. Петя не будет. Кстати, хорошее долг. Денис может комментировать. Да. Даже с пробитой головой все по-моему. Мне кажется, более позитивного бойца, чем вы не знаете. Вот сейчас. Я не понял возмущение после его угла. Хотел просто спросить. В чем причина? И все. Я же не хотел там ни драться, ничего. Я не оскорбил никого. Просто мне показалось это не очень красиво в мой адрес. Что какие-то там вот эти крики какие-то там из-под тишка. Вот такие вот моменты и все. А что вы крикнули? Засудили что-то или что-то? Ну да. Но он не согласен с решением судьи. Да. Угол не согласен. Я просто хотел спросить, чем он не согласен. И все. А то, что там потом такая заворушка началась. Я же ничего. Я там не кидался ни на кого. Никому слов не сказал. Никого не оскорбил. Ничего. Просто хотел узнать, в чем причина. Поговорить просто и все. Просто на камеру выглядело так, чтобы пошли с опущенной головой и казалось, что... Ну с опущенной головой обычно не идут, согласитесь. Ну да, ну вот так. Ну да. Вы же победили. Это я согласен. Тем более я же выиграл. Просто хотел поговорить со Славой. Потому что там Слава что-то еще потом начала измущаться. Ему показалось, что я ему что-то сказал. А что он ответил? Или не получил? Так я с ним не поговорю. Поговорили? Понятно. Александр, а можете сравнить эту победу с теми, которые были в Пилатере? Она более сложная? Нет. Не более сложная. Здесь, понимаете... Я хочу сказать, у меня такой период в жизни сложный сейчас. Я думаю, все это знают. У меня, во-первых, был вынужденный... Не был, а есть. Единственный за карьеру вынужденный простой в районе года. Это раз. Во-вторых, спасибо сразу хочу сказать организации М1, которая дала мне эту возможность. Я хотел как можно быстрее вернуться. И я очень рад, что они мне дали возможность вернуться именно 19 февраля. Как можно быстрее. Но здесь был тоже риск, на который я шел. То, что я... Обычно моя подготовка занимает три месяца. Здесь она была полтора. Потому что очень быстрые, сжатые сроки. Но я знал, на что я иду. Я знал, что я выиграю. Я это чувствовал. Почему? Потому что... Понимаете, это моя карьера. В моей карьере я не одарен физически как-то. Еще какими-то моментами не одарен. Единственное, что у меня есть, это волевые качества. Благодаря моим предкам, моему деду. И, в принципе, я знаю, что я буду идти до конца. И в этом бою, я думаю, все видели, что тот, кто шел до конца, тот и победил. Первый раунд я проиграл. Вопросов нет. Я даже это не отрицаю. А второй, третий я выиграл. За океаном вам не пытались ставить палки колеса, прыгать и садиться на стену? Ну, мне сложно сказать. Это надо спросить. В моем же время. Ну, так все в ладку прошло. Ну, наверное. Ну, Игорь, мне сложно сказать. Это вот на что организаторов спросить. Я же не веду свои переговоры. Это ром-менеджер больше скажет. У нас, в принципе, Алексей все подготовил, все документы. Да, я просто хочу сказать, что все-таки нам дали же разрешение. Да, да, да. Да, это не то, что я выступаю без разрешения, а то, что мне разрешили. И комиссия атлетическая одобрила мое выступление в России. Поэтому я, в принципе, не нарушал никакой законы. Я полностью здесь делаю все хорошо. Александр, вы бой выиграли, победителей не судят. Но к самому себе остались вопросы? Либо бой прошел так, как хотелось? Вопросов не осталось. Нет, естественно, я хотел выиграть как можно быстрее. Почему? Потому что я целый год не выступал. 13 февраля 2015 года был последний мой бой. Я не выступал целый год. И мне, естественно, хотелось выиграть в первом раунде. Но первый раунд я проиграл. Какие вопросы? Ну, в целом, я говорю, вы понимаете, из таких боев и растет человек, я думаю. Потому что где нужно потерпеть, где нужно что-то не доработать, не всегда получается все делать красиво. Тем более, нужно отдать должное. Мы так сейчас разговариваем, как будто Слава Василевский, мальчик для битья. Это все-таки очень серьезный соперник. И любому бойцу, я думаю, он может составить. Тем более, у него был, представьте, такой шанс. Ни для кого не секрет, что у него заканчивается контракт с М1, да? И я думаю, он просто хотел использовать меня как ступеньку в свое будущее. Будущее заокеанское. И, естественно, он был готов, я думаю, как никогда в своей жизни. Потому что кишанцы выпадают нечасто. Вот так. С другой парой с кем вы хотели? Да, если честно, я не думаю. Ну, я предполагаю, что, скорее всего, выиграет Рамазан. Ну, это я так считаю. А чем он силеный и интересен как соперника? Ну, тем, что он молодой и, как сказать, голодный до побед. И он чемпион на организации. А понимаете, вот так можно тоже рассуждать, ноги там не сравнивают. Я хочу сказать, что чемпион есть чемпион. Какой бы он ни был в организации, чемпион – это самый сильный в организации человек. И какие могут быть вопросы? Естественно, он доказал, что он здесь самый сильный. Да, пускай там их 15 человек, сколько-то еще, но он даже в том же UFC их 150 человек весит. Но это не значит, что все 150 сильные. Чемпион есть чемпион. Александр, а не удивила стойкость Василевского? Он ни разу не подкатился от ваших ударов, а он попадал… Ну, я не скажу, что не подкатился третий раунд. Посмотрите. Я же его не переводил в партер, он сам туда ушел. А ушел от чего? От того, чтобы он пропустил удары. Он почувствовал, что его потрясли? Ну да. Я думаю, это видно. Завидно было, что Вы очень хорошо доминировали второй и третий раунд полностью. Ну, видите, не всем видно. Углу у Славы так не считают. А Вы не думаете, что это просто эмоции, чтобы, так сказать, подготовить к реваншу? Ну, знаете, я к реваншу-то еще лучше подготовился. Теперь-то у меня будет время. Просто я честно хочу сказать, ни в коем случае не оправдываясь, но такой шанс, как сейчас, у Славы больше не предоставится. В таком состоянии, в каком я сейчас, мне не будет. Я, опять же, благодарен организации М1, которые, можно сказать, спасли мою карьеру. Поэтому им большое спасибо. Теперь я выступаю и думаю, дальше еще буду выступать. Если бы я сейчас проиграл или как-то сломался физически, духовно, неважно, тогда, я думаю, уже не стоило бы вообще выступать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я, ну, как бы ничего против них не имел. Я могу сказать, что в 2005 году, если можно следить за моей карьерой, основная моя карьера профессионального бойца, непосредственно международного уровня, началась именно с М1. После двух боев, пройденных в М1, я поехал в Бразилию, и раз иностранцем с бразильцем. И здесь то же самое можно сказать. Она у меня почти закончилась, карьера, и сейчас мне предстоит тоже два боя. Понимаете, к чему я веду? Все повторяется в жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще есть вопросы или заканчиваем? Ребята отпускай. Нас еще не рассчитали по финансам. АПЛОДИСМЕНТЫ По крайней мере, меня тоже еще не рассчитали. АПЛОДИСМЕНТЫ Александр, с кем вы хотели бы подраться в России? С вами весь? Из каких-либо бойцов? Из наших. Из наших? Да ни с кем. Я не люблю драться с нашими, понимаете? Это опять же, ну... Я понимаю, что это нужно делать, да? Потому что нужно как-то, ну, все равно выяснять, потому что приводятся какие-то там рейтинги, какие-то вопросы. Я считаю, что все вопросы можно уладить только в ринге. А там кто с кем дрался, я побеждал этого, тот побеждал тоже этого, только быстрее. Это все просто разговоры. Я понимаю, что сейчас подошел такой момент, у нас очень много бойцов, и все больше и больше. И как бы тут нужно быть честным тоже. Если ты соответствуешь уровню, если ты побеждаешь, ты идешь дальше. Если не соответствуешь, то не идешь. Ну вот для тех, кто бросал вызов, мне, например, этот бой интересен вообще? Мне нет. Ну, потому что просто неинтересен. Понимаете? И вообще, считаю, это поведение человека не очень красивое и недостойное. Это мое личное мнение. Почему? Потому что, ну, просто так глупо бросать вызовы. Если бы мы еще с ним были в одной организации, а потом ходить еще и говорить, вот, он там какой-то, такой-то, он на мои вызовы не отвечает. Ну, это просто глупо. Да там уровень небо, извините, я бы сказал, где Шлеменко, а где Минеев. Спасибо. Интернет-сообщество это не понимает. Все считают, что Минеев очень хорошо пропиарился за счет фамилии Шлеменко. Ну, может быть. Ну, я считаю, что… Вы сами сказали, пропиарился. Я считаю, что такой пиар не очень красивый. Вот те люди, с которыми я общался, как бы не очень поддерживают такой пиар. Как правило, у нас в России, я думаю, это не очень красивый пиар. Проще всего прославиться, взять какого-нибудь человека. Знаете, хотите прославиться, возьмите нашего президента и скажите про него плохие слова. Вас на весь мир покажут. Вы на весь мир прославитесь. А что вы взамен получите? Ну что, хорошее что-то, что ли? Я думаю, нет. Я фамилию Минеев до этого момента вообще не слышал. Ну, сейчас знаешь. Поэтому Александр все ждут, когда вы его накажете за две минуты. Ну, он же не идет за М-1. Понимаете, это то же самое, знаете, такие глупые варианты. Мне нравится, меня все устраивает в этой организации. Они сделали мне… Они пошли к мне навстречу, да. Я тоже всегда поступал по-человечески. Я не знаю, я считаю, что хороший бой показал. Я думаю, организаторам нравятся такие бои. А да, сейчас вот кто-то от вас вызвал, да. Я сейчас, давайте, отпустите меня, пожалуйста. Я пойду в Файт Найт. За эту, как сказать, за булку хлеба мне там человек попросил. Надо с ним разобраться, он про меня плопского. Ну, это же глупо, понимаете. Вадим, если вам позвонит Минеев и попросит подраться с вашей организацией. Да он не позвонит. Да, конечно. Другие планы. На него? Когда же пиарится? Нет, ну вы сами посмотрите. Вот в этом Грампли собранный, ну я же не говорю. Да, он пускай молодой боец, пусть подерется еще. Здесь собраны три бойца, никто не поспорит. Сейчас сильнейшие 84 в России, да. Один из них бразилец, да, но он не относится к ним. Ну, если бы он хотел, я не знаю, мне вряд ли кажется, что поставили бы его четвертым. Потому что он не соответствует уровню еще. Это же, ну это истина просто. Понимаете, если он сам считает это, это же не значит, что все так должны считать. Александр, а сильно помогла поддержка залов? Потому что кричали Саши. Ну я, честно, не слышал. Как обычно, я не очень слышал. Просто, понимаете, я хотел, конечно, потехничнее поработать, но получилось вот так. Но зато думаю, что такие бои нравятся зрителям. Зал стоял на ушах, честно. Но обо мне тоже многие говорят, там, вот жена мне говорит, зачем руки не держал? Ну я вот не знаю, просто у меня может такой стиль, как, ну вот не знаю, это моя же жизнь. Кто-то привык там как-то вот похитрее быть. Я вот, что-то захотелось. Я еще до боя разминался. Что-то не поднимаются руки, неохота их держать, понимаете. И поэтому вот так и поднимаются. Я думаю, что пора заканчивать. Я там отдыхать надо. Забрать этот монорар. Спасибо всем. Спасибо Александру. Спасибо. Спасибо. Спасибо.